Привет, интернет! Как вы, наверное, уже успели заметить, я покрасилась, и я теперь розовенькая зефирочка. Я на самом деле этому безумно рада, потому что я еще никогда не была полностью, вот полностью с цветной головой, и я очень довольна результатом. И это не единственная хорошая новость сегодня. Я сегодня решила провести мой первый вообще в жизни вопрос-ответ, и я решила, что поскольку у нас продолжается черничный декабрь, я должна поотвечать на вопросы и при этом еще и как бы с новогодним настроением как бы это все связать. Поэтому я взяла вот этот чудесный имбирный пряничный домик, имбирно-пряничный или пряничный домик? Пряничный домик, и штука, которая должна его скрепить. Этот пряничный домик я купила в Икее, и я купила на самом деле его еще год назад, и я сегодня посмотрела, в общем, он уже просрочен. Но я его понюхала, но пахнет он нормально, поэтому я решила, что все нормально, пряничный домик я сделаю, но есть никому, я его не дам. Первый вопрос. Есть ли у тебя определенные фильмы и сериалы, которые ты смотришь каждый год под Новый год? Есть у меня, конечно, парочка любимых новогодних фильмов, и это, конечно же, Ирония Судьбы, но ее я смотрю именно 31-го, когда, ну, как бы уже настроение должно быть. Еще я очень люблю Гуринча, вот, это прям один из моих любимых фильмецов таких новогодних. Ой, ну так все вкусно пахнет! Я никогда не впитала особой слабости к фильму «Один дома», но, насколько я знаю, очень многим он поднимает настроение. Еще мне очень нравится «Кошмар перед Рождеством» мультик. Мне вообще очень нравятся все мультики Тима Бертона, и этот не исключение. А он будет вообще давиться? Вообще, на самом деле, в прошлом году я даже выпускала топ новогодних фильмов, если что, вот он по ссылочке, надеюсь, вам понравится. Ладно, волосы я показала вам, теперь их нужно убрать, чтобы у меня не получился пряничный домик с волосами. Вообще, на самом деле, что бы я еще посоветовала для поднятия новогоднего настроения, это, наверное, делать всякие активности, то есть, там, покупать подарки, упаковывать подарки, сходить на каток, покататься на ледянке с горки, сделать пряничный домик вместе со мной, пока ты смотришь это видео. Желательно постоянно по кругу его крутить, чтобы вот пока ты делаешь видео, вот так вот крутились просмотры. Ну, это шутка. Ну, в общем, просто поделать какие-то прикольные новогодние активности. YouTube я смотрю, наверное, года с 2011, и на YouTube меня привела, конечно же, Катя Клэп. Это не первый блогер, который я начала смотреть, но о существовании YouTube я узнала именно благодаря ей. Ей. Ней. Именно благодаря Кате Клэп, короче. Я сидела в тот момент дома, и Юля смотрела какие-то видосы, она тогда фанатела Джастина Бибера. И она мне показывает видос какой-то девочки, которая сидит, и рассказывает что-то по поводу того, что, почему все ненавидят Джастина Бибера. Я на нее смотрю и такая думаю, блин, что за, что за баба такая? Она мне вообще не понравилась. Мне не понравилась Катя Клэп, понимаете? Ну, короче, я посмотрела, послушала, а потом такая, так, подожди, что там, что за канал, что вообще за YouTube, Юля спросила. Юля мне показала. Ну, в общем, так я пришла на YouTube и начала смотреть всяких блогеров. И я помню, что даже в эти незапамятные времена, когда мы только с Юлей начали, в общем, погружаться в YouTube, мы создали канал, что-то, The Sisters, вот, и снимали туда очень странные видосы. Ну и снимали, но так ничего не выложили. Очень интересный вопрос мне несколько раз задавали, что если бы я могла вернуться в прошлое, что бы я изменила? Вообще, на самом деле, мне очень понравился этот вопрос, и я хотела бы на него ответить, потому что совсем недавно я пришла к тому, что нельзя никогда думать и вообще задаваться таким вопросом, типа, что бы я изменил, если бы у меня была возможность. Нужно всегда с благодарностью относиться к тем выборам, которые ты в своей жизни сделал. Потому что если ты его тогда принял, это решение, то это значит, что тогда в той ситуации, в которой ты был, тебе казалось, что это единственное верное решение. И нельзя себя в своих же глазах так дискредитировать и думать, я бы поступил сейчас по-другому и так далее. Вообще, лучше не задаваться такими вопросами. Вот. Это нездоровая фигня. Как-то кривовастенько. Ну ладно. Ты смотришь топ-модель по-украински? Да. Я очень фигово пою, я знаю. Я очень люблю топ-модель по-украински. Болею за Вику, она мне очень нравится. Вообще, на самом деле, они мне все очень нравились, они все очень интересные. Но Вика прям, не знаю, не могу сказать, что она мне нравится как человек, но мне нравится, как она работает в кадре, всякие такие штуки. Кстати, скажите, если вы смотрите топ-модель по-украински, если вы смотрите, то за кого болеете? Очень интересный вопрос задали. Как ты считаешь, подписчики являются отражением своего кумира? И я думаю, что, конечно же, являются. Потому что мы редко смотрим людей, которые там на нас вообще как-то не похожи, если мы не чувствуем с ними какой-то связи. Может быть, у меня такое к этому отношение, потому что там вы у меня такие прекрасные и милые. И мне приятно думать, что типа это все потому, что вот мы с вами похожи, потому что мне тоже приятно думать, что я очень приятная и милая. Может быть так, но вот пока что я придерживаюсь такого мнения. Блин, ребята, я вообще не знаю, как это сделать, но у меня не скрепляется. Люди, как вы это делаете? У тебя есть братья или сестры? Да, у меня есть. У меня есть чудесная, чудесная сестра, которую зовут Юля. И я думаю, что те, кто со мной давно на канале, прекрасно знают, как она выглядит. Я, конечно, сомневаюсь, что она смотрит мое видео, но если вдруг она смотрит, то передайте ей, пожалуйста, что я ее очень люблю и очень скучаю. Вообще, с Юлей, кстати, у меня такая смешная ситуация произошла. Как-то раз я сидела дома, и Юля сидела дома, и она была очень грустная. Переписывала с кем-то ВКонтакте и прям очень грустила. И я такая, Юля, что случилось, что случилось? Она помялась, помялась и говорит. То типа она поругалась с девочкой из класса, а эта девочка рассказала все своей сестре какой-то там двоюродной старшей. И та сестра сказала, что она там ее где-нибудь подкараулит, бла-бла-бла. У меня, знаете, у меня просто как будто бы глаза кровью налились. Я прям почувствовала этот момент. И я давая ей написывать такая, типа, слышь ты, да если ты хоть пальцем своим гнилым тронешь мою бедную сестричку, то я тебя закопаю, тебя никто никогда не найдет. Короче, я прям это, я прям потеряла вообще контроль над собой, потому что я прям очень сильно разозлилась. Блин, я не так это сделала. А, нет, так, все, нормально. Следующий вопрос. Какая самая атмосферная игра, которую ты когда-либо проходила? И я могу сказать, что, наверное, самая моя любимая компьютерная игра, которая когда-либо проходила, это вот Mass Effect. Mass Effect до сих пор является моей самой-самой любимой игрой всех времен и народов вообще. Вот. И именно когда я играла в него, я впервые почувствовала вот такое прям полное погружение, полное погружение в другую реальность. Вот. Поэтому я не устану повторять, что Mass Effect это моя самая-самая любимая компьютерная игра. Mass Effect еще получилось так, что первая игра, которую я проходила, вот, именно, ну, помимо Sims и каких-то таких не очень серьезных, это первая такая серьезная именно компьютерная игра. И вот у меня с ней случилась такая вот любовь. Еще мне понравились, в принципе, Dishonored и Far Cry. Вот. Но Mass Effect никто не переплюнет. Следующий вопрос. Так. Очень нравится смотреть тебя. Подписалась относительно недавно, но уже пересмотрела твое видео по сто раз. Спасибо за то, что ты делаешь. Спасибо, что ты меня смотришь. Мне очень приятно. А вот и вопрос. С какими блогерами ты знакома? Так. Ну, я на самом деле не знакома с большим количеством блогеров. Я знакома с Гришей Фавадором. Кстати, Гриша недавно выпускал видео на своем канале, на втором, про то, как мы с ним познакомились и как вообще мы начали дружить. Гриша это, в принципе, такой прям мой самый лучший друг, наверное, именно из сферы Ютуба. Я оставлю ссылку в описании. Посмотрите обязательно. Оно такое, знаете, очень милое и теплое видео. Прям. Ну, невозможно какое-то теплое. Вот. Мы просто давно с ним не виделись. И вот, наконец-таки, сняли совместное видео. Поэтому оно получилось, ну, прям, реально очень-очень миленьким. Еще знакома с Генри Шоу, с Мариной Рубиной, с Кристиной из канала Пяти Долли, с Соней Рыбак. Ну, мы, как бы, заочно знакомы. Мы еще не виделись. Но, я думаю, что увидимся в Минске. Так. Некоторые спрашивают, что я сейчас вообще слушаю, какую музыку люблю и как поменялся мой вкус с 2007 года. Я стала слушать более легкую музыку. Я не так часто слушаю какую-то, типа, прям супер депрессивную музыку. Такого уже, в принципе, практически нет. Но иногда я могу послушать, и, в принципе, я до сих пор могу слушать какой-то там металл, да, или там эмаккорд. Вот. Но не так часто, не в таких количествах. В принципе, я, наверное, больше сейчас ушла в какую-то электронщину, там, вот техно, что-то такое. Мне очень нравится трэпчик. В принципе, ну, как бы, рэп я могу послушать. Я не знаю, похоже ли вот это вот на снежинку. Очень надеюсь, что да. Марусь, ты очень классная. Смотрю твои видео, настроение сразу поднимается. Ого, спасибо. Спасибо. Ну, короче, я в восторге от твоего творчества. Мой вопрос. Ты очень жизнерадостный, но у всех бывает депрессия, где даже твои пон-понки помогают. Что посоветуешь, чтобы избавиться от этой грусти? Во-первых, большое спасибо за такой приятный отзыв. Мне, правда, очень приятно. Но, во-вторых, на самом деле не существует какой-то, вот, знаете, одной панацеи, которая, вот, спасет любого, вообще, человека в жизни от депрессии. Если эта депрессия не клиническая какая-то, да, то есть, если все действительно просто связано с настроением, то нужно отталкиваться от того, какой ты, в принципе, человек. То есть, мне нужно окружить себя друзьями, любыми близкими людьми, которым не все равно, что со мной происходит. И, как бы, в таком случае я понимаю, что, как бы, у меня есть поддержка. Некоторым людям, наоборот, комфортнее остаться наедине со своими эмоциями, пережить их, перестрадать. И, как бы, они из этого делают какие-то выводы и двигаются дальше. В таком случае я бы, наверное, посоветовала окружить себя какими-то, не знаю, приятными воспоминаниями, там, не знаю, посмотреть свои кассеты из детства, полистать свои фотографии, повспоминать какие-то, ну, приятные вещи из своей жизни. В общем, окружить себя чем-то приятным. Держись, держись. Ай! Нет, 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 нет! В каком возрасте ты впервые покрасила волосы и красила ли их вообще? Я, конечно, красила. Ты прям как знала, что спросить. Вот, впервые волосы я покрасила, наверное, лет в 14, и я покрасила их в шоколадный такой. Если мы говорим именно про цвет какой-то, да, ну, который, типа, заметен, что я покрасилась, то это, наверное, когда мне было уже лет... Сколько мне было? Наверное, 14. Причем с волосами очень смешно получилось, потому что я сначала такая, типа, я никогда в своей жизни не буду краситься, потому что мне нравится мой цвет волос. А потом покрасилась и такая, ой, я же хотела никогда в своей жизни не краситься. У-у-у-у, какая прелесть! Я же вон теперь не съехал никуда. Ну что, вот домик и готов. Вот такой вот он чудесный получился. Мне особенно нравится сердечко вот здесь вот. Она уж больно милая. Вот, ну, вообще миленько. В принципе, я думаю, что достаточно неплохо для первого раза. Вот так вот буду заканчивать, чтобы домик обязательно сзади было видно. Ну, а я на этом буду с вами прощаться. Я вас по-прежнему очень люблю, целую и, конечно же, обнимаю. Му-у-у! Субтитры сделал DimaTorzok